МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Аварийная посадка. Пилоты совершили чудо в небе. Пошли на поправку. Подробности отравления подростков в Светлогорском районе. А также невзлюбил всем сердцем. В Гомеле внук убил родную бабушку. С начала сентября 10 грибников заблудились в лесах Гомельской области. В половине случаев к поискам привлекались правоохранители и специальные отряды. Теплая погода способствует росту грибов, на которые в нашей стране началась масштабная тихая охота. Особое опасение вызывают у правоохранителей грибники престарелого возраста. По статистике, именно они чаще всего теряются в лесу, испытывая там обострение проблем со здоровьем. Перед походом в лес необходимо обязательно брать с собой питьевую воду, мобильный телефон, проверить заряд батареи и сообщить близким о маршруте. При этом запрещено заниматься сбором грибов в зонах отчуждения и отселения. Кроме этого, они забывают пользоваться и мобильными телефонами. Как пример, одна из пожилых женщин в Калинковском районе, когда мы ее уже нашли, рассказала о том, что она не взяла с собой сотовый телефон, боясь, что она потеряет его. Не нужно этого опасаться, нужно брать с собой мобильный. Почему? Потому что даже если вы находитесь вне зоны сети сотового оператора, вы имеете возможность набрать телефон 112, который в любом случае сработает, и вы сообщите о своем местонахождении, или же мы принимем меры для того, чтобы вас найти. Важно помнить, что употребление в пищу несъедобных грибов может привести к отравлению организма. В Лечицком районе разбираются в обстоятельствах внезапной смерти 4-летнего ребенка. Девочка почувствовала себя плохо после того, как съела грибы, приготовленные матерью. Версия об отравлении одна из рассматриваемых. В причинах гибели ребенка разбираются эксперты. Подростки, которые на прошлой неделе отравились настойкой чимерицы, пошли на поправку. Напомним, тогда в больницу попали сразу пятеро детей в возрасте от 8 до 12 лет. Инцидент произошел в одном из санаториев Светлогорского района. Старший из мальчиков привез с собой из Рогачевского района настойку чимерицы. Это ядовитое средство от насекомых. Прочитав на этикетке, что в состав жидкости входит спирт, 11- и 12-летние подростки решили попробовать ее на вкус. Буквально 12-20, 12- где-то 25, подбежали ко мне младшие ребята в соседней комнате, говорят, Максиму и Леше очень плохо. Когда мы подошли в туалет с Леной Ивановной старым воспитателем, то увидели, что мальчишки сидят возле унитаза, и у них открылась рвота. Мы тут же быстренько подняли этих ребят и сразу же повели к врачу. Насколько сейчас известно, трое из ребят, набрав эту жидкость в рот, почувствовали жжение и сразу выплюнули ее, но двое других заглотнули. Естественно, что это вещество вызвало отравление. Пятеро детей поступили в Светлогорскую центральную районную больницу. Двое из них были более тяжелые, они поступили в реанимационное отделение Светлогорской ЦРБ. Там им была на этом этапе оказана всем квалифицированная медицинская помощь, и они были переведены в наше учреждение. Причем двое, которые находились в реанимации Светлогорской ЦРБ, поступили в наше отделение интенсивной терапии, реанимации. Ну а трое детей, которые были полегче по состоянию, они были госпитализированы в наш детский корпус. После курса, детоксикации, состояние детей улучшилось, они идут на поправку, а службы профилактики проводят по факту случившегося разбирательства. В Мозырьском районе легкомоторный самолет приземлился на кроны деревьев. Из-за сильного ветра пилоты были вынуждены совершить экстренную посадку в лесу, неподалеку от поселка Сосновый. Сверхлегкий самолет осуществлял работы по опрыскиванию лесов. Полет проходил на высоте 15 метров от крон деревьев. Со слов пилотов, решение совершить аварийную посадку они приняли из-за сложных погодных условий. Авиасудно садилось прямо на лесополосу. Самолет получил повреждения крыльев и фюзеляжа. У пилотов обошлось без серьезных травм. В эвакуации самолета из лесного массива участвовала спецтехника МЧС. При поступлении сообщений об аварийной посадке самолета в Мозырском районе, подразделения МЧС прибыли на место, провели оценку угрозы жизнедеятельности именно пилотам. Им ничего не угрожало, от госпитализации отказались. Помощь МЧС на прошлой неделе понадобилась и на воде. В Брагинском районе, около деревни Вялия, пришлось спасать норвежскую яхту с иностранными журналистами на борту. У судна вышло из строя рулевое управление. Яхта шла по реке Днепр к Черному морю. Поломка стала второй проблемой, которую пришлось решать экипажу в Беларуси. За 10 дней до инцидента норвежское судно село на мель в Дубровском районе. Брагинским отделом были вызваны специалисты-водолазы нашего пожарно-аварийно-спасательного отряда, которые оказали им помощь, провели ремонтные работы, восстановили работу винта, и судно последовало дальше по маршруту. В Гомеле на улице Сверидова упавшее дерево придавило легковой автомобиль. Утром владелец обнаружил, что на его «Хонда Цивик» рухнул тополь. Дерево легло по центру крыши машины, нанеся серьезные повреждения. К счастью, никто не пострадал. Страховая компания сейчас подсчитывает ущерб. На снимках видно, что у основания дерево было гнилым и не выдержало порывов ветра, которые в тот день доходили до 8 метров в секунду. В интернете подписчики новостных лент уже предложили владельцу купить авто на запчасти. К слову, непогода, вызванная циклоном «Томас», принесла неприятности жителям региона и на этой неделе. Ветер валил деревья в городах и малых населенных пунктах. Спасатели помогали людям с ликвидацией последствий в Гомельском, Рогачевском, Речицком и Светлогорском районах. Пострадавших нет. В воскресенье в Гомеле на площадке перед автосервисом по улице Барыкина сгорели две дорогие иномарки. Эксперты утверждают, что это был поджог. В городском отделе Следственного комитета возбуждено уголовное дело. Сообщение о пожаре поступило в Центр оперативного управления по чрезвычайным ситуациям около половины 11 вечера. К месту происшествия были направлены расчеты из подразделения МЧС. Несмотря на то, что пожарные прибыли к месту вызова в максимально короткие сроки, автомобили получили серьезные повреждения. По прибытию спасателей к месту пожара обе машины были охвачены огнем. Спасатели ликвидировали пожар в течение нескольких минут. В результате пожара повреждены лакокрасочное покрытие и моторные отсеки двух автомобилей. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. После ликвидации чрезвычайной ситуации на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, которая, осмотрев автомобили и прилегающую территорию, выдвинула наиболее вероятную версию возникновения пожара. На месте происшествия под каждым из автомобилей были обнаружены металлические емкости, что может свидетельствовать о возникновении возгорания в результате умышленной инициации горения, то есть поджоги. Огнем были повреждены «Хонда» ЦРВ 2012 года выпуска и «Лексус РХ-350» 2014 года выпуска. Оба автомобиля принадлежали членам семьи владельца частной фирмы. «Лексус» был застрахован по каско. Возможно, его еще удастся восстановить. «Хонда», скорее всего, пойдет на металлолом. По факту пожара в городском отделе Следственного комитета возбуждено уголовное дело за умышленные повреждения имущества, совершенные общеопасным способом и повлекшее за собой причинение ущерба в крупном размере. Поджигателю грозит до 10 лет лишения свободы. Еще один пожар, но уже с более серьезными последствиями, произошел в минувший вторник в Жлобинском районе. Уничтожены и сильно повреждены огнем пять строений. В одном из сгоревших домов найдены человеческие останки. Пожар произошел около двух ночи в деревне Старина. Населенный пункт расположен на границе двух районов, поэтому на помощь людям поспешили спасатели ближайших подразделений Жлобинского и Светлогорского районных отделов по чрезвычайным ситуациям. К моменту прибытия первых расчетов на территории двух частных подворий в огне находились два деревянных дома и три постройки. Хозяйка одного из частных подворий, пенсионерка 34-го года рождения, находилась на улице, владелица другого отсутствовала. В ходе ликвидации пожара в одном из частных домовладений были обнаружены останки человека. В результате пожара в огнем уничтожены два частных дома, две хозяйственные постройки. Одна хозяйственная постройка повреждена. Следственно-оперативная группа установила, что хозяйка второго дома жива. 93-летняя пенсионерка уже несколько месяцев находится на излечении в Жлобине. Найденные останки на месте пожара доставлены в морг. Назначен ряд экспертиз. На данный момент судебными медиками установлено, что принадлежали они мужчине. Кем он был, как попал внутрь дома и какова причина пожара, разбираются следователи. В городском отделе Следственного комитета закончено расследование уголовного дела, которое завели в мае по факту причинения тяжких телесных повреждений жительницы Новобелецкого района Гомеля. Пенсионерка не пережила нападение, которое совершил на нее внук. Жестокое избиение 80-летней женщины произошло по месту жительства пенсионерки в одной из многоэтажек на улице Жемчужной. По материалам следствия родную бабушку избил собственный внук, ранее неоднократно судимый. Поводом для вспышки необузданной агрессии послужило замечание со стороны родственницы. Накануне произошедшего внук пришел домой в состоянии алкогольного опьянения. В связи с тем, что гражданин неоднократно приходил домой пьяный и, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно, бабушка сделала ему замечание, на что внук нанес около 30 ударов по различным частям тела потерпевшей руками и ногами, после чего лег спать. Проснувшись рано утром 4 мая 2017 года, внук обнаружил бабушку умершей. Обвиняемый надеялся, что сможет запутать следствие, и оно придет к выводу о ненасильственной смерти пенсионерки. Дело в том, что перед избиением женщина упала с дивана и рассекла себе затылок. Но результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что пострадавшая умерла из-за обилия травм и нанесения ей более двух десятков ударов по различным частям тела. У пенсионерки констатировали множественные переломы ребер с повреждением легких. В ходе следствия также выяснилось, что обвиняемый неоднократно наносил побои и другим своим близким родственникам, родной сестре и брату. Держал в страхе весь подъезд. Дело передано прокурору для направления в суд. За совершение умышленного убийства с особой жестокостью Внуку погибшей женщины грозит до 25 лет лишения свободы. Судом может быть применена и высшая мера наказания. Это была программа «Де-факто». Берегите себя и своих близких. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok